Всем привет! Сегодня я хотел поговорить о том, как я снимаю на полтиннике. Сколько себя помню, мне всегда нравилось разделять объективы по фокусным и тому функционалу, на который они способны. Возлагая тем самым объективы в ту задачу, на которую он лучше всего способен. К примеру, если мне нужно быть максимально близко к модели, я использую 35 мм. С этим фокусным можно получить отличных результатов. Фотографии полученные на 35 мм, либо же те задачи, которые он способен реализовать, мне всегда радовали. 85 мм отлично подходит для портретной съемки. Более того, я считаю, что 85 мм это просто идеальный объектив, когда тебе нужен только один объектив для фотосъемки. Потому что с этим фокусом ты получишь не только красивые портреты, но и размытые симпатичные боке. Что касается 105 мм, это мой самый любимый портретник. Я о нем редко говорю, но по-моему это и так всем очевидно, что снимая на 105 мм, ты получишь все то, что получаешь на 85 мм, но немного лучше. Да, приходится отходить подальше, чем с 85 мм, но результат будет неизбежно радовать. Но этот объектив не тот самый, который ты можешь взять только один, как пример с 85 мм. Ну и конечно 135 мм, это просто идеальный объектив, когда тебе нужны лицевые портреты. О некоторых этих фокусных я уже отнял в видео, при желании можно ознакомиться. Список с видео в описании. Но одно важное фокусное я не упомянул. Это тот самый полтинник. Поэтому хочу отдельно об этом важном фокусном рассказать сегодня. Или показательные примеры, как я с ним работаю. Важность этого фокусного состоит в том, что с этим объективом можно решать множество задач. Я не буду сейчас перечислять все эти достоинства этого фокусного, а лишь отмечу только важные для меня. Более того, я считаю, что каждый человек, который только начинает свою фотографию, должен начинать именно с этого фокусного. Прежде, что немаловажно, это то, что полтинник заставляет думать над построением фотографии. В отличие, к примеру, от зумов, с которыми ты можешь стоять на месте и просто зумировать. Второй немаловажный момент, это конечно же его цена. Свой первый полтинник можно взять по цене того самого кита. Также не буду перечислять все те достоинства полтинника над китом, а просто скажу, что фикс полтинник светлее кита в 10 раз. А это означает, что если я в заданный промежуток времени, выдержка, получаю в столько раз больше света, то я могу уменьшать ISO при плохом освещении, играть при желании этой самой выдержкой, ну и диафрагмана 3 ступени шире, чем у кита при скожих фокусных. Так что для начала бюджетные полтинники гораздо лучше тех самых китов. Снимая на полтиннике, я получаю изначально гораздо более качественную фотографию. При его компактной конструкции, легкости и возможности брать его всегда с собой. Достаточно красивые боки и возможность сохранять контекст повествования в ваших фотографиях. Одни называют полтинник пограничным фокусным, потому что это вроде как и не ширик, и не телевик. А своим фокусным он приближен к человеческому глазу. Другие считают, что он идентичен, но истинно, как мы знаем, всегда где-то посередине. Но даже если полтинник приближен к человеческому глазу, это уже хорошо. Потому что снимая с таким фокусным, ты будешь получать фотографии как увидел, так и получил. И эта пограничность полтинника делает его отличным вариантом для решения множества задач. К примеру, для сумки стрит, либо же урбанистики, групповые, либо же портреты. Возможность за счет его легкости и компактности брать его с собой в поездки. А также, возможность снимать модели как общего, так и среднего плана. Собственно, о сумке моделей сегодня и поговорю. Снимал девчонок в тех фитнес-центрах, где тренировался сам. Часто брал с собой фотоаппарат с полтинником. Особенно, если в паре с RP и STM полтинником 1.8. Места в сумке занимает очень мало. Сам потренировался и девчонок пофоткал. Перед тем, как начну рассказывать о своих алгоритмах и подходах к съемке, хочу отдельно заметить. Не снимать с учетом всяких форматов различных социальных сетей. Перед тем, как приступить к фотосессии, нужно определиться с помещением, где будет происходить фотосессия. Это либо же может быть улица вечером при золотом часе, либо же помещение. Собственно, все примеры я покажу дальше из тренажерных залов. В двух залах ситуация с освещением была абсолютно разная. Это крайне важно перед тем, как начать фотосессию. В одном были шторы и не солнечная сторона, а во втором большие панорамные окна и солнечная сторона. Такая важная особенность кардинально влияет на конечную фотографию. Потому что я, естественно, снимал без дополнительного света, а просто для себя. Теперь по моделям. Девушки прекрасные. Умеют и, что самое главное, любят фотографироваться. Но даже в этом случае нужно настраивать модели на саму фотосессию. Потому что женщинам очень важен диалог. Не просто говорить, что и как она должна делать, а в процессе диалога доносить свои идеи. В таком случае женщины гораздо лучше реализуют ваши замыслы. Хотя, я думаю, это и так вам симметрично известно. Начну с самого интересного и приятного для меня. Это ростовые фотографии. Не только фитнес-модели, но и вообще девушек в целом. Это центральная ростовая постановка кадра. Модель либо находится в центре кадра, либо же стремится к этому самому центру. С равным пространством, как над головой, с ногами, так и по бокам. Часто я снимаю на уровне пояса. Так отлично удлиняются многие модели. И сам кадр выглядит более правильным, на мой взгляд. За счет того, что объектив смотрит прямо, без наклонов. Ну и полтинник немного увеличивает ту часть, которая оказывается в центре. И кроме того, снимая с такой точки, кадр получается так же интересным. Потому что это нетипично смотреть снизу вверх. Как правило, мы смотрим тут друга на уровне глаз, либо же, если вы выше вашей модели, сверху вниз. А с такой постановкой кадр выглядит, на мой взгляд, еще и интересно. Фотографии на полу и разделение фонов. Вроде казалось бы, положи ее на пол и снимай свое удовольствие. Но тут нужно учитывать, как само помещение, где будет проходить фотосессия. И разбивка этого самого помещения на несколько фонов. Передний, центральный и задний. В идеале нужно снять так, чтобы передний и задний было размыт. А модель в центре была, естественно, в резкости. В этом случае, когда вам повезутся в помещение, где происходит фотосессия, можно получить довольно интересные кадры. Горизонтальные. Данная особенность фото подразумевает необходимость выстраивать кадры таким, чтобы модель находилась на одной из точек пересечения третей. Либо около этих самых точек. И в данном случае также нужно учитывать, каким будет задний фон. Потому что полтинник, как мы знаем, не дает такой сильной размытости, как тот самый 85 мм. И как результат тот самый боке. Который, как мы знаем, является очень важной составляющей той самой фотографии. Симметрия фотографий за счет фокусного. Но тут все просто и понятно. Это одна из самых моих любимых техник. Выстраиваем все правильно и получаем правильный снимок. Знаю, что некоторым такой подход не нравится. Мне очень. Я вообще большой любитель именно правильных, чистых, как их называют еще, кадров. Это у меня еще со времен, когда я только начинал работать в одной из студий. И мне выдали в свое время целый буклет с правильными позициями. И как нужно правильно снимать модели. Но если вам кажется, что симметричные кадры, они очень простые. Это не так. Нужно будет потратить какое-то время, прежде всего для того, чтобы понять, как правильно выстраивать симметричные кадры. И учесть важную особенность всех людей. Люди асимметричны. И как результат добиться полной симметричности в кадрах будет подчас очень трудно. Но стремиться, конечно же, можно. Обрезать конечности. Я часто слышал много споров о том, что нужно или же нельзя обрезать конечности модели. Отвечаю сразу. Да, конечности обрезать не просто можно, но подчас нужно. Но с обрезкой конечности нужно быть крайне осторожным. Потому что обрезанные фотографии в локтях, коленях, в шее выглядят не очень привлекательно. Но, повторюсь, обрезать модели как по рукам, так и ногам придется. Обрезать многие модели на таком расстоянии, какое у модели над головой, по отношению к ближней ноге, к самой камере. Но важно над головой немного больше оставлять место. Ну и кроме того, обрезка самих фотографий дает тот самый эффект закрытого кадра, где вы можете установить акценты на важном для вас. А важное, естественно, имеет субъективный характер. И главное научиться свое субъективно доносить до людей. Следующий момент это выстраивать кадр исключительно из буке. Это прежде всего говорит о том, что вы сначала выстраиваете вашу композицию за счет правильного выстраивания буке. И уже потом самой модели и позицию, которую она занимает. Повторюсь еще раз, это очень важно снимать на полтинник. Потому что буке не будет при полтиннике таким глубоким, как при 85 мм. Поэтому всегда нужно учитывать, что будет позади ваших моделей. Когда снимаешь на 105, а уж тем более на 135 мм, это не так важно, чтобы быть позади. Неправильные примеры, как нужно выстраивать фотографии. Первое. Слишком много на заднем фоне. Что неизбежно отвлекает внимание от самой модели. Да и саму модель я еще не приготовил к съемке, а просто попросил присесть на этот самый мяч. Также кадр неправильно скомпонован. Слишком далеко ушел от модели и как результат в кадр влезло очень много лишнего. Там даже софтбокс можно увидеть на заднем фоне. Ну и конечно сама точка съемки взята неправильно. Но если очистить задний фон, занять правильную позицию для съемки, приготовить саму модель, то фотография неизбежно получится совсем другой. Даже по сути снимая на той же самой точке. Портретная поясна, либо же вертикальная съемка. Это также одна из интересных композиций. Но скажу сразу, что я не так часто ее использую. Наверное, прежде всего по причине того, что снимая с таким фокусным, очень много в кадр неизбежно влезет. Хотя я понимаю, что это скорее всего мне горит любых 85 мм и выше. Потому что снимая с этими фокусными, за счет этого самого фокуса и построения кадра очень много высекается автоматически. А то, что они убираются из кадра, будет размыто в боке. Портретно бывает центральная, когда модель находится в центре кадра, либо же с учетом тех самых правил третей. Центральная, на мой взгляд, хороша не столько для того, чтобы сфотографировать саму модель, а передать действие. Либо рассказать о модели через действие, которое она выполняет. Кстати, последняя техника, она очень актуальна для съемок именно мужчин. Потому что мужчины лучше всего передаются через действие. Собственно, это все, что хотел рассказать про работу с полтинником. Можно еще перечислить некоторые моменты работы с полтинником. Но это уже, на мой взгляд, зарываться во внедра. Основное, о чем я хотел сегодня рассказать, я уже рассказал. А дальше только шлифовать свой стиль через практику. Ведь развитие может быть лишь только тогда, когда мы вне зоны комфорта. Ну и, конечно же, обращать внимание на те самые мелочи. Ведь те самые небольшие мелочи подчас придают характер самой фотографии. И, как мы знаем, дьявол скрывается в мелочах. На этом все. Всем спасибо за внимание.